МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север, в студии Ольга Русул. Здравствуйте в этом выпуске. Оленеводы-единоличники общины ЕМПТО досрочно проголосовали на самом необычном избирательном участке вертолёте Нарьинмарского авиаотряда. 16 сентября накануне выборов в Государственную Думу досрочное голосование в Ненецком автономном округе завершено. В школе имени Антона Пырерки в городе Нарьинмаре открыли точку роста. Уникальное образовательное пространство для школьников, которое обеспечивает равные условия для получения качественного образования и развития как городским ребятам, так и детям из сельской глубинки. Проект «Арктическая реновация» решит проблему ветхого жилья в городах Крайнего Севера, а северяне смогут переехать в новые комфортабельные районы с развитой инфраструктурой. На эти цели с федерального бюджета арктическим регионам выделят 45 миллиардов рублей. 17 сентября начинается трёхдневное голосование за политические партии и кандидатов-одномандатников в регионах страны на выборы в Государственную Думу РФ. Голосование завершится в воскресенье 19 сентября. Накануне выборов гражданам России обратился глава государства Владимир Путин. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, в ближайшие дни, 17, 18 и 19 сентября, состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Избрание её нового состава – безусловно, важнейшее событие в жизни нашего общества, страны. Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверия граждан России. Подчеркну, высший смысл выборов – это прежде всего выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной. Нам вместе многое предстоит сделать, и реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной Думы. Это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе, в принятии законов, которые имеют высшую юридическую силу, обеспечивают защиту прав интересов человека. А федеральный бюджет – базовый финансовый документ страны, который тоже принимают парламентарии, создает основу для выполнения социальных обязательств государства, для реализации программ поддержки семей с детьми, планов по развитию регионов, обустройству городов и поселков нашей большой страны. Всё это кропотливая, сложнейшая работа, исключающая популизм и пустословие. Она требует высочайшего профессионализма, чёткого понимания, что за каждым решением, за каждой законодательной поправкой судьбы миллионов людей. Обновлённая Конституция России наделила Государственную Думу и крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуру председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. И скажу прямо, от конструктивного рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти в дальнейшем будет зависеть очень многое. Современный мир сложный. Мы видим, как стремительно, подчас непредсказуемо он меняется. Это, безусловно, создаёт новый вызов, но и открывает перед нами самые широкие возможности. И для того, чтобы отвечать на эти вызовы, эффективно использовать новые перспективы, необходима слаженная работа государства, общества, граждан. Нужен и сильный, авторитетный парламент, чтобы депутаты вновь избранной Думы действовали в интересах России и нашего народа, работали для людей, чтобы на них можно было положиться, как на патриотов России, готовых решительно и последовательно обеспечить национальные интересы во всех сферах. Дорогие друзья, прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день, начиная с 17 сентября, прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. Современные технологии гарантируют его безопасность и надёжность. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию, на ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины, в интересах нашего народа и каждого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор. Жители Ненинского округа смогут наблюдать за ходом трёхдневного голосования в Центре общественного наблюдения. Система видеонаблюдения установлена на 6 из 15 избирательных участков на территории Нарьинмара. Для наблюдения желающим необходимо заранее зарегистрироваться. Александра Литкова расскажет подробнее. Центр общественного наблюдения, расположенный по адресу улица Ленина, дом 19, начнёт работу в 8 утра. Камеры будут вести запись в круглосуточном режиме. При необходимости можно будет перемотать запись для решения спорных ситуаций. В Центре установлена видеостена и 8 рабочих мест. Для наблюдения за выборами необходимо записаться по телефону и заполнить анкету. Записавшись по этому телефону, будет заполнена анкета. Это необходимо для использования персональных данных. И человек может в течение 3 суток в любое время здесь будут находиться специалисты, всё это будет контролем. Что касается сельских избирательных участков, то здесь также будет вестись видеонаблюдение. На всех остальных избирательных участках мы сумели с помощью органов исполнительной власти, с помощью коллег в муниципальных образованиях организовать видеофиксацию того, что будет происходить в помещениях для голосования. Фактически мы впервые это делаем во всех сельских населённых пунктах. Видеофиксации не будет в 8 населённых пунктах, где зарегистрированы менее 100 избирателей. В целом на сегодняшний день к началу выборов в Ненинском автономном округе готовы все 55 избирательных участков. Члены участковых комиссий и операторы комплексов обработки бюллетеней прошли необходимое обучение. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Избирательный участок в вертолёте. Оленеводы восточной части Ненинского округа приняли участие в досрочном голосовании. Алина Воучейская продолжит. Первую посадку вертолёт совершает в посёлке Каратайка. Здесь на борт поднимаются представители 32-й участковой избирательной комиссии, а также проводник из числа коренных жителей. Он поможет экипажу быстрее найти место стоянки оленеводческой бригады. Спустя 15 минут на горизонте появляются первые чумы. Здесь избирательную комиссию уже поджидают кочевники. Одним из первых гражданский долг выполняет Егор Тайбарей, оленевод из ПК «Дружба народов». За 32 года работы в тундре посту голосует практически на каждых выборах. О кандидатах узнаёт заблаговременно. Мы в этом посёлке смотрим. Ну, там, в посёлок поехал, например, и посмотрел, кого-то такого выбирает, думал, голосовать, да что-то. И уже думаешь, что такое. То есть это не так, что вот к вам прилетела комиссия, вам дали, вы первый раз фамилию увидели? А, нет, не так. Например, ну, где увидим, ну, и в газетах читаем, ну, газеты же бывают, это привозят нам. Когда все жители Стойбища опустили бюллетень в Орну, избирательная комиссия отправляется на поиск остальных бригад из ПК «Дружба народов». Всего их шесть, однако найти удалось ещё один чум, где застали пастуха Александра Талеева. Он о выборах и не слышал. Говорит, с мая кочует в тундре, в посёлок не выезжал. Ни разу нас не бывает тоже в тундре. Вот я сейчас приехал, вам повезло, а где-нибудь, где-то километр, ну, метров пятьсот отсюда был бы где-нибудь в пустах, ещё бы, мы бы мимо пролетели, да? Я сейчас только, не знаю, приехал где. Минут десять назад услышал, вертушку летит, печку затопил и всё. Тут никого больше нет. Такое точечное голосование для одного избирателя на просторах тундры – норма. Оленеводы постоянно им дают, точных координат у избирательной комиссии нет. Стараемся в том году, так у нас проголосовало вообще четыре человека, мы не могли найти бригаду, потому что они им дают постоянно с места на место, и их очень сложно найти. Ну, вот, как видите, сейчас вылетели, нашли третью шестую бригаду. Это плюс, как говорится, что мы их ещё увидели. Вот здесь прилетели из-за одного человека. Можно заходить? Да, заходить. А это уже избирательная комиссия. Амдермы отправляется на досрочное голосование к оленеводам общины Ямпто. Прибыв к жителям тундры, решено проводить голосование прямо в вертолёте с соблюдением всех противоэпидемических мер. Маска, дезинфекция у нас у рук идёт. Мы маски избирателям обязательно даём, дезинфицируем руки, перчатки обязательно. Вот. Ну и у нас должно быть расстояние. Ну, вроде как, мы стараемся это тоже сделать, чтобы было полтора метра. Так завершилось досрочное голосование. Всего в период с 30 августа было выполнено 12 вылетов. Свой гражданский долг исполнили более двух тысяч человек. Это работники нефтяных промыслов, оленеводы, военнослужащие, метеорологи и жители населённых пунктов, где не образованы избирательные комиссии. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Телеканал Север. По данным, на 16 сентября в Ненецком автономном округе получают лечение от коронавирусной инфекции 149 человек. Из них 11 новых случаев заражения, выявленных за прошедшие сутки. Стационарное лечение получают 43 человека, амбулаторное – 106 пациентов. Есть и положительная цифра в сегодняшней статистике. Это 7 выздоровевших жителей региона. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2 121 подтверждённый случай заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1970 человек. В регионе зарегистрировано 39 летальных исходов от коронавируса. С начала пандемии проведено около 42 тысяч ПЦР-исследований на выявление инфекции. На учёте в управлении Роспотребнадзора состоит 943 человека. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. В школе имени Антона Пырерки в городе Нарьинмаре торжественно открыли образовательное пространство, естественно, научной и технологической направленности «Точка роста». Участие в мероприятии принял глава региона Юрий Бездудный. Точки роста в школах создаются в рамках федерального проекта «Современная школа национального проекта образования». Мы рождены учиться и трудиться, познать себя, стремиться к высоте. Хотим мы в жизни многого добиться, узнать про всё, что происходит на земле. У средней общеобразовательной школы имени Антона Пырерки в городе Нарьинмаре особый статус. Это образовательное учреждение несколько необычно в городской агломерации. Потому что в нашей школе обучаются ребята не только из города Нарьинмара, но ещё приезжают со всех уголков немецкого автомобильного округа. Даже есть ребята, которые летом проводили свои каникулы в стойбищах у родителей, а сейчас они у нас снова в школе. «Точка роста» — это федеральная сеть центров образования и уникальное пространство, организованное для того, чтобы у детей, живущих в сельской местности и малых городах, были равные условия для получения качественного образования и развития у них современных технологических и гуманитарных навыков. «Вот точка роста, что это такое? Это образовательный центр. В этом образовательном центре вы узнаете много нового и интересного. Но самое главное, что это будет место, где вы сможете провести время после занятий. Ведь не случайно говорят, что школа — второй дом. А для тех, кто учится в школе «Перерка», это не просто образное выражение. Это факт. Это второй дом. И после занятий вы совершенно спокойно можете прийти в эти классные комнаты и позаниматься тем, чем вам будет интересно. Главе региона на практике продемонстрировали возможности оборудования, установленного в обновленных учебных кабинетах для изучения предметов физика, химия и биология. Аналогичная точка роста открылась накануне в школе поселка Красное. Еще одной окружной школой, где в 2021 году откроется точка роста, станет школа номер 2. Стоимость создания всех трех образовательных пространств составила 4 миллиона 700 тысяч рублей. В основном это средства федерального бюджета. Напомним, в 2020 году точки роста были открыты в первой, третьей и пятой школах города Нарьинмара. Кроме того, за счет средств окружного бюджета аналогичный центр создан в новой школе поселка Индика. В следующем году точки роста появятся в школах Неси и Уськары, а также в городской школе номер 4. Василий Ходензейский, Алексей Орлов, Телеканал Север. Мобильное приложение автобуса Нарьинмара теперь доступно и для слабовидящих и незрячих пассажиров. С помощью приложения можно узнать расписание движения городских автобусов и их локацию в режиме онлайн, а также уточнить маршруты и остановки. Ранее приложение было доступно только для устройств с операционной системой Android. Поручение оптимизировать мобильное приложение автобусы Нарьинмара для IOS дал губернатор НАО Юрий Бездудный по итогу встречи с членами регионального отделения Всероссийского общества слепых. На встречу был поднят вопрос о создании мобильного приложения на операционной системе IOS по отслеживанию передвижения общественного транспорта для лиц с нарушениями зрения. У нас есть успешно действующее мобильное приложение автобуса Нарьинмара на платформе Android, но не было второй распространения на платформе IOS. Соответственно, не только общество слепых, но и в принципе жители, у которых есть телефоны на IOS не могли пользоваться этим приложением. Совместно с ЭТП они выступали заказчикам, мы помогали с точки зрения разработки. Удалось нам это приложение вывести, оно теперь доступно в App Store, вот оно у меня установлено. И им пользоваться может, конечно же, как и любой гражданин, житель нашего округа, но оно заточено под слепых, у них есть свои особенности в использовании. Мы получили обратную связь от Всероссийского общества слепых, они очень довольны, им нравится приложение, оно для них удобно, оно для них понятно. Приложение полностью адаптировано для использования экранного диктора. озвучиваются все элементы интерфейса, кроме того, был обновлен сайт автотранспортного предприятия, теперь он поддерживает версию для слабовидящих. В Наринмаре обсудили федеральный проект «Арктическая реновация», который был анонсирован в конце августа этого года. И предполагают комплексное строительство новых микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой. Школы, детские сады, объекты ЖКХ, досуговые спортивные комплексы. Подробности в сюжете Василия Хатанзейского. Проблема переселения жителей северных городов из ветхого и аварийного фонда в комфортабельные условия проживания стоит достаточно остро. Активное заселение и промышленное освоение Арктики началось в 30-е и 40-е годы прошлого столетия. В эти годы были построены арктические порты Игарка, Диксон, Пивек, Тикси. Основаны города Наринмар, Норильск, Воркута и другие. В те годы строили жилье по барачному типу. Бараки 30-х в некоторых северных городах страны стоят до сих пор и в них вынуждены проживать люди. Предполагается, что проект Арктическая реновация решит эту проблему. Благодаря мероприятиям программы ветхое жилье снесут, а северяне перейдут в новые комфортабельные квартиры. На эти цели из федерального бюджета арктическим регионам выделят 45 миллиардов рублей. Мы предлагаем, чтобы для арктических регионов эти деньги выделялись с коэффициентом 1,5. То есть изначально больше того, что могло бы быть. Есть еще ряд предложений, но над них надо будет поработать уже вместе с юристами и другими экспертами. Процесс запущен, эскиз есть. Я думаю, до конца сентября мы эту идею оформим уже в документе и она выйдет. Идея арктической реновации заключается в создании новых жилых комплексов с развитой социальной инфраструктурой. Чтобы предпринимать дальнейшие шаги, чтобы это развитие, которое у нас сейчас идет, шло лучше и более плавно, нам нужно инвестировать в людей, в их жилье, в комфортах проживания, с тем, чтобы они могли больше времени уделять банальной работе. Чем меньше мы думаем о быте, тем больше мы можем думать, творить, созидать и помогать своей стране. Строительство жилья на территории арктических регионов в силу климатических особенностей и удаленности от центра достаточно затратное и производственно емкое по сравнению с другими субъектами, расположенными в средней полосе или в южных широтах. Я, конечно, поддерживаю этот проект, понимаю, что для этого требуются значительные средства и помощь федерального бюджета, но, как вы знаете, буквально на прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал поручение правительству о выделении дополнительных средств на переселение из ветхого и аварийного жилья. Я считаю, что эта инициатива она очень своевременная и мы будем отстаивать именно арктическую реновацию. Арктическая реновация это основа будущего развития Ненецкого автономного округа и всех арктических регионов России в целом. Осваивать Арктику, проживая в комфортных условиях, станет проще и быстрее. Василий Хатензейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север. И на этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи.